О том, что окружающая среда должна стать доступной для людей с ограниченными возможностями, говорили давно, но только с принятием специальной федеральной программы дело сдвинуло с мертвой точки. Сегодня в Чебоксарах прошла первая межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная реабилитации и интеграции этой категории людей в общество. Равные возможности не на словах, а на деле. Таков главный постулат программы «Доступная среда». Благодаря ей инвалиды почувствовали поддержку государства в своем жизнеобеспечении. У каждого региона свой набранный опыт в реабилитации. Но готовые методики не должны быть принадлежностью только одной группы лиц. Чем больше людей о них узнают, тем больше помощи получают больные люди. Люди с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время должны быть в полном объеме интегрированы в наше общество, чтобы ничто не являлось препятствием для реализации их возможностей. При получении образования, при доступе к объектам культуры, объектам здравоохранения, социального обслуживания населения, при занятии физкультурой и спортом. На конференции было представлено около 40 работ в сфере поддержки инвалидов. В Чувашию приехали специалисты из Республики Мариэл, Нижнего Новгорода и других городов. Так Мария Курникова рассказала о системе обучения плаванию детей и подростков с инвалидностью, которая работает в Нижнем Новгороде уже в течение двух лет. В планах открытие секции конного спорта, спортивных игр и легкой атлетики для не очень здоровых ребят. Первым нашим постулатом было то, чтобы мы не навредили ни в коем случае детям и подросткам, которые будут заниматься у нас в секциях. И программы были разработаны нашим научно-педагогическим коллективом. Подобные программы реализуются и в Чубаксарах. Более того, есть спортивно-адаптивная школа, в которой люди с ограниченными возможностями занимаются не только лечебной физкультурой, но и спортом высших достижений. Воспитанники этой школы достойно выступают на различных всероссийских и международных соревнованиях. Их тренеры тоже стали участниками конференции. А те, кто не сумел приехать в Чувашию, будут иметь возможность узнать о новых методах реабилитации и специального сборника. Он выйдет в ближайшее время. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика.